Как известно, белорусы — миролюбивый народ, ценящий мир во всех его значениях. И как состояние не войны, отсутствие конфликтов и кровопролития, и как мир-общину, общность и единство народа. Недаром и наш национальный гимн начинается со слов «Мы, белорусы, мирные люди». Именно такие смыслы мы закладываем в недавно отмеченный нами День народного единства. Так мы его воспринимаем. Через мир, объединение и единство. Но далеко не все, в том числе и наши западные соседи, разделяют это понимание и уважают его. Не скрою, очень тревожно прозвучали слова президента на торжественном форуме по случаю нашего нового праздника о том, что нападение на Беларусь будет означать начало Третьей мировой войны. И это вовсе не блеф, а предупреждение тем, кто хотел бы втянуть Беларусь в войну, полагая, что для них не будет никаких серьезных последствий. Это не так. И стоит еще раз объяснить, почему. Мы знаем, что на Западе всерьез рассматривают возможность расширения конфликта в нашем регионе. Есть несколько вариантов, как это сделать. Но все они сводятся к тому, что именно территориальное расширение, вовлечение других государств должно этому поспособствовать. Цель – расширение театров военных действий, должно еще больше ударить по России, заставить ее расходовать еще больше сил и ресурсов. Поэтому западные стратегии рассматривают возможность расширения конфликта на Приднестровье и Молдову, на акваторию Балтийского моря и Калининградскую область, и на Беларусь. Причем самым вероятным выглядит именно Приднестровское и Белорусское направления, поскольку именно они могут быть для России самыми чувствительными. Приднестровье – это, по сути, российский анклав, где находятся российские миротворцы и огромные склады еще советского оружия. А белорусский балкон в стратегическом смысле играет сдерживающую роль для НАТО и для Украины, которая вынуждена держать часть своей армии на нашем направлении, что облегчает для России выполнение задач на актуальной линии фронта. Естественно, мы прекрасно понимаем наше положение и не собираемся пассивно наблюдать за военными приготовлениями у наших границ, имеющими наступательный характер. За последнее время сделано немало в плане защиты нашей страны от возможной атаки. Никакие беспилотники, никакие ракеты дальнего действия им в этом не помогут. Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить. У нас есть сделать так, чтобы они задумались, прежде чем двигаться в нашем направлении. Причем нужно понимать, что мы не должны допустить не просто нападения на нашу территорию, но и какого-либо серьезного продвижения вглубь нее, чтобы не повторить события 1941 года. А это значит, у нас должно быть право и возможность нанесения упреждающего удара, когда мы будем видеть и понимать, что атака на нашу границу со стороны противника неизбежна. Во всяком случае, в своих доктринальных документах по вопросам обороны и безопасности такой вариант для себя мы предусматриваем. Еще один момент связан с технической возможностью нанести противнику неприемлемый урон. То есть в нашем распоряжении должно быть такое оружие. И оно есть. Это и ракетное оружие, способное достичь столицы предельных государств, которые могут участвовать в нападении. И российское тактическое ядерное оружие, обладающее мощью, способное уничтожать целые группировки войск противника и всю его инфраструктуру. И вот здесь возникает самый опасный момент. На Западе уже давно думают над тем, как снизить порог восприятия применения ядерного оружия. И пытаются доказать, что в случае использования тактического ядерного оружия никаких серьезных последствий не будет. И поэтому в своей аналитике они вполне допускают удар, например, по Калининградской области Российской Федерации. Мол, никакого серьезного ответа со стороны России не последует. Это говорит только о том, что война для Запада не является чем-то невозможным. Главное, чтобы ее последствия не сильно западных стран коснулись. И вот здесь кроется самая главная ошибка западных горе-стратегов. Если они решатся на нападение, то у нас не будет никаких препятствий к применению всего имеющегося в наличии арсенала, в том числе и тактического ядерного оружия. А его применение почти автоматически означает неизбежную эскалацию до уровня использования стратегического ядерного оружия, что уже чревато уничтожением жизни на планете Земля. Из этого следует один простой вывод. Даже не думайте нападать на нас. Не допускайте мысли, что применение любого ядерного оружия может быть безопасным, что кто-то отсидится за морем или океаном. Последствия коснутся всех без исключения. Мысль вроде бы простая. И именно ее пытается донести наш президент. Донести даже не до поляков, литовцев или украинцев, которых первыми кинут в топку вероятного конфликта. Но именно до западных европейцев, британцев и американцев. Они-то наверняка все это услышат. Но все равно будут строить свои планы и модели, где вполне могут допускать использование ядерного оружия. Они еще думают, что как-то смогут избежать масштабной атомной войны, и что никто в Беларуси и в России не решится на такой ответ. Поэтому, скорее всего, мы увидим с нашей стороны и новые совместные учения ядерных сил, и возможные ядерные испытания в России, и даже вероятное возвращение стратегического ядерного оружия в Беларусь. Инфраструктура для этого есть. Кстати, это не такая уже и фантастика. Посмотрите, например, небольшой Северной Кореи. Американцы до сих пор не могут с ней ничего сделать только потому, что КНДР смогла создать свое ядерное оружие и сделать его стратегическим. То есть иметь ракетоносители, которые могут доставить ядерный заряд на территорию США. И это очень серьезный сдерживающий фактор. Президент говорит все это прямо и открыто не для того, чтобы запугивать и держать кого-то в страхе. Нет. Он взывает к разуму, к инстинкту самосохранения тех, кто привык считать себя хозяевом мира и небожителем. Их жизни и здоровье при такой политике западных элит тоже под угрозой. А наше белорусское желание простое. Мир. Но для того, чтобы был мир, нужно быть готовым его защитить любыми средствами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова